В связи с нашей студией Николай Миклухмаклай, следователь, путешественник Николай Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Здравствуйте. Николай, раскроете прежде всего загадку. Наверняка у всех, загадку вашей фамилии, у всех возникнет вопрос. Расскажите, кем вы приходите знаменитому путешественнику, этнографу? Я прихожу с двоюродным праправнуком. У нас есть две ветки. Это российская ветка от старшего брата, нашего знаменитого соотечественника Николая Николаевича Миклухмаклая, следователя океания. И вторая ветка – это австралийская. Его прямые потомки в Австралии. Но носителей фамилий у нас немного, и по мужской линии вот, соответственно, от меня, от моего отца. Поэтому именно с носителем фамилии в России, это вот только с нашими ближайшими родственниками можно пообщаться. И произошла эта фамилия от шотландского барона, который осел после битвы во время Желтых Вод. Это было достаточно давно. И после этого, женившись на казачке Миклуха, эта фамилия у нас была всегда до того момента, пока Николай Николаевич Миклухмаклая не стал путешествовать. И вот вы знаете, Миклуха очень трудно выговаривается иностранцами. Вы не поверите, они такие пытаются слова сказать, но точно не Миклуха. И поэтому он добавил Миклуха, то, что дома всегда использовалось. Но поскольку это было неблагозвучно для российского уха, на тот момент Миклуха это было нормально, именно он и восстановил фамилию именно Миклуха Миклуха. И отправившись уже в первое свое длительное путешествие при поддержке русского географического общества императора на остров Новой Гвинеи, у него уже в паспорте была фамилия Миклуха-Маклая. Ну и сейчас звучит совершенно русская фамилия Миклуха Маклая, привычная. Мы уж, знаете, чтобы никто не подумал, что вы самозванец. Нормальный Миклуха Маклай, да? Да, да. Вы знаете, у меня сзади как раз настоящий наш соотечественник и исследователь, и человек с Луны. Вот как раз его портрет сзади можно сравнивать. Я, конечно, не пытаюсь быть специально похожим, но родственники говорят, что схожесть есть. Его, кстати, человеком с Луны. Фильм показывали на вашем канале, чему я очень рад и благодарен. Человек с Луны, это как раз его называли папуаса за белой своей кожей, потому что он был первым человеком, которого они увидели с белым цветом кожи. И вот представляли они, что с белым цветом кожи есть только люди с Луны. А, Николай, ну сейчас вот людей с белым цветом кожи, похоже, увидят во всех лесах, судя по тем данным, которые туристические магазины опубликовывают, все собираются в походы, все отправляются в путешествия. Как вы считаете, это вот нас так подтолкнула эпидемия, или в принципе вообще страна любит путешествовать? Ну, вообще, это очень хорошая новость, которую я вот узнал буквально недавно, что такое большое количество людей действительно хотят познать свою страну. И это было нормально в Советском Союзе, в котором я вырос. Я помню, какое количество походов у нас было постоянно. А вот поехать за границу, это было уже серьезное такое дело, практически как полететь на Луну. А сейчас наоборот, это не серьезное дело, сейчас не серьезное, а вот в лес уже серьезно звучит, согласитесь. И хорошо как раз. Вы знаете, мне кажется, что человек благодаря вот этим походам, благодаря путешествиям, которые он сам будет планировать, он станет тем самым исследователем, который будет познавать этот мир и познавать себя. И в конце концов познавать, что он может и что необходимо. Даже задумавшись, вот я слышал прекрасное интервью по поводу того, что много товаров необходимых в походах, так это так. Для того, чтобы собрать себя даже в небольшой поход, в такую свою мини-экспедицию, необходимо подумать, что же нужно. И открывается очень много нюансов. Оказывается, нужно и одно, и второе, и третье, а ты не умеешь этим пользоваться. И тогда ты начинаешь читать в интернете, а потом оказывается, что выйдя в поход, что в интернете не так написано. И сталкиваешься с интересными ситуациями, что делишься опытом уже на своем примере, узнаешь у своих родственников, у своих отцов и дедов, как же они ходили в походы. Я считаю, что это то, чем в России всегда, по крайней мере, во времена Советского Союза, я могу об этом говорить тогда, я ходил в походы, это было нормой. Я занимался раньше парусным спортом, и мне очень повезло, потому что походы у нас были и водные. Я, например, прошел от Финского залива по всей Неве, а Нева, это с самым сильным течением, и там невозможно было на парусных водках идти. Раньше мы это делали. Так вот мы рассчитывали маршрут и доходили до Ладоги. И вот это было то путешествие, которое фактически меня, как и ряд других, подготовили к тем путешествиям в Папу Новую Гвинею. Когда я оказался в джунглях на острове Новая Гвинея, которые, как говорят, очень опасны, для меня это было нормально, потому что я прошел не один поход здесь, в России. Поэтому я считаю, что походы – это, конечно, познание себя, в первую очередь. А вот как бы так в поход снарядиться, чтобы не ошибиться? Что нужно, с чего начать? Или какие источники подготовят максимально грамотно? Ну, во-первых, надо понять, насколько вы идете в поход, и тогда от этого будет зависеть, и какие вы возьмете припасы. Может быть, вы охотник и хотите поймать какую-то дичь, кто знает. Однако, конечно же, лучше всего запастись, начиная от продуктов, заканчивая тем, что позволит вам эти продукты приготовить. Здесь опять же тот же вопрос. Хотите быть настоящим исследователем? Разводите костер без каких-то розжигов. Попробуйте это сделать сами. А то все очень по-простому. Приснули и разожгли. А вы попробуйте без этого. И меньше ее тащить нужно будет заодно. Если вы потащите это себе в рюкзаке, а не поедете на машине, вы продумаете, что же нужно взять. Значит, надо взять легкую палатку, нужно взять обязательно спальник. А может быть, один спальник, который влезете вдвоем, и будет теплее. И тогда уже... Чувствуется, какой вы опытный путешественник, Николай. А спальник-то на двоих. Вы знаете, иногда бывает лучше спать в гамаке, например. По той причине, что когда у нас будет лето, например, и в тех местах, где у нас змеи, так лучше спать в гамаке. Но единственное, здесь нужно обязательно хороший растянутый позвоночник. Потому что иначе из гамака вы выйдете в таком же скрюченном состоянии и целый день будете ходить. Поэтому здесь есть и такие моменты, когда... Ну, в России, слава богу, есть большое количество мест, которым можно посмотреть. И я думаю, что Россия будет открываться для нас как уникальная страна, которую, кстати говоря, мы мало знаем, живя даже в самой России, которая самая большая территория в мире. Вы знаете, интересно, когда мы посещали сейчас Папу Новогвинеи, вот последний ряд культурных мероприятий проводили, мы узнавали, рассказывая о России о том, что мы, оказывается, живем в уникальном регионе. Например, их очень удивляет, что мы можем жить в одном и том же городе, в котором зимой, например, может быть, минус 30 градусов, а летом плюс 30. То есть это неправильно, да? Они говорят, как вы можете жить? Вы разве не мигрируете никуда? Я говорю, ну, нет. Нет, но некоторые все-таки мигрируют, надо отдать должное. Но теперь им придется брать палатку. Есть у нас и свои коренные папуасы, которые придерживаются такой же лыки. Николай, все-таки меня тревожит. Знаете, столько народа собралось в леса. Одно дело выбраться, другое дело выжить. Видимо, сюжеты, как ищут заблудившихся там неделями. Как все-таки не добедокурить-то? Надо предупредить, а то сунутся, не зная брода, и привет. Ну, во-первых, конечно, нужно знать ряд моментов. Если вы идете в лес, помимо компаса, который у вас должен быть, и отметки, откуда вы вышли, а не просто вы вышли с компаса. Нужно понять, откуда. Нужно делать засечки по лесу, благодаря которым будете понять, как вы можете выйти. Нужно понимать, как вы себя поведете, если попадете в болото, например. Потому что болото ни в коем случае не позволит вам из него легко вылезти, если вы не ляжете на спину и потихонечку не попросите своего спутника, если он есть рядом, помочь. А если его нет, то обязательно идти надо с посохом, прощупывая землю. Это тоже очень важно. Помимо всего прочего, обувь у вас должна быть защищенная. Вы сейчас идете по земле, это может быть прокол какой угодно, и если вы получили травму, значит, у вас должна быть минимальная аптечка. Но вот когда вы весь этот список возьмете и поймете, что этот список выглядит, как вам надо брать пол дома, плюс еще закупить товаров, вы возьмите один рюкзак и попытайтесь в него запихнуть все, потому что все вам тащить на себе. И вот тогда вы на настоящем походе. А если вы приедете на машине, выложите оттуда все, что нужно, разложите палатку рядом, розжигом и сделаете костер, ну что это за поход? Это не поход. Это пикник называется, наверное? Да, это такой самоизоляционный пикник. Зато, вы знаете, есть большой-большой плюс. Мы куда бы ни пошли, поскольку нам надо самоизолироваться, иметь дистанцию, уважительно относиться к этой дистанции, соответственно, мы сможем практически каждый быть в походе, потому что далеко друг от друга. Ну, надо хотя бы тогда кричать какие-то. АУ, кстати говоря, это тоже помогает, между прочим. Но элементарные те вещи, что он мог находиться с севера, это тоже нужно знать. Нам главный редактор Константин Олегович Тачилин разъяснил про это. Тоже опытный, чувствуется, путешественник, да, промок с северной стороны. Спасибо большое, Николай. Спасибо. Спасибо, это был Николай Миклухомаклай, следователь-путешественник. Да.